Привет, друзья! С вами Лебедев Артём. Сегодня мы сравним между собой 4 шуруповерта. Штурм, Спец, Ставр и Графит. И будем сравнивать их как по техническим характеристикам, причём технические характеристики я буду брать не с бумажек, а с показаний приборов. Так и, конечно же, посмотрим на них в деле, как они себя покажут. Все инструменты предназначены для частного использования. Ну, что ж, посмотрим, как они себя покажут. А начнём мы с комплектации. В комплектах по два аккумулятора, ёмкостью 2 Ач и зарядное устройство. У Штурм дополнительно 2 биты и ремень, у Ставр двойные биты в самом шуруповерте, битодержатель, несколько сменных бит и сверла по металлу, а также крюк для подвешивания. Правда, прикрутить его можно только с одной стороны. У шуруповерта Спец, в комплекте 2 биты и битодержатель. Крюк прицепить можно с двух сторон, но в комплекте его нет. Графит приехал ко мне в коробке, в комплекте только крюк. Отдельно поставлялись аккумуляторы и зарядное устройство. У графит можно покупать различные инструменты тушками, не приобретая каждый раз комплект. Приблизительная стоимость на момент съёмок, точная стоимость будет по ссылке в описании под видео. Спец 4500 рублей, Ставр 5000 рублей, Штурм 6500 рублей. Графит полный комплект вышел 9200 рублей, а именно тушка 2600, аккумуляторы 2 по 2600 и зарядное устройство 1400 рублей. Да, по стоимости в данном случае проигрывает графит, но если покупать что-то из отдельного инструмента, так как комплект зарядного устройства и аккумулятора у нас уже есть, мы можем купить лобзик, ушием, циркулярку и другое, будет вполне выгодно. Победил по стоимости Спец, но у него есть несколько недостатков, о них чуть позже. Аккумуляторы литиевые. У Штурм управления процессом заряда осуществляется зарядным устройством, у остальных электроника в аккумуляторе. Перед тем, как проверить время зарядки аккумуляторов, разрядим заряженные аккумуляторы. Заодно посмотрим, какой шуруповёрт дольше проработает на холостом ходу, на полностью заряженных аккумуляторах. Итак, первым отключился Штурм. Посмотрим через тепловизор, насколько эффективно работает охлаждение. Двигатель прогрелся до 33 градусов Цельсия. Посмотрим, как покажут себя остальные. Долго ждать не пришлось. Приблизительно через 5 минут отключился графит. С охлаждением Штурм показал себя лучше. У него был 33 градуса Цельсия, у графита 49 градусов. Прилично. Следующий отключился Спец. Прогрелся до 43 градусов по Цельсию. И самый лучший по продолжительности результат показал Ставр. И прогрелся он тоже не сильно. Теперь посмотрим на время зарядки и разогрев аккумуляторов. Первым зарядился графит. Разогрелся он в районе примыкания к зарядному устройству до 47 градусов по Цельсию. Следующий прекратил процесс зарядки Ставр, разогрев до 42 градусов по Цельсию. Далее с аналогичным разогревом в 42 градусов по Цельсию зарядился Штурм. И последний аккумулятор Спец. И нагрева со стороны входа нет. Всего 16 градусов. В предыдущих случаях зарядное устройство нагревало аккумулятор. По скорости выиграл графит, а по минимальному нагреву Спец. Еще один момент по аккумуляторам. У Ставр и графит есть индикация уровня заряда. Причем у графит есть задержка по отключению. У Штурма Спец ее нет, но у Спец есть несколько мест, где она должна была быть. На аккумуляторе или на корпусе, но ее нет. И мне сразу бросился в глаза такой момент. Аккумулятор Спец и Ставр чем-то похожа. Да, они не застегиваются, но садятся плотно и инструмент работает. По размеру безусловно выигрывает Штурм. Все остальные испытуем приблизительно одного размера. Такой же результат и при измерении веса. Самым легким оказался Штурм, а самым тяжелым графит. Теперь рассмотрим переключатели люфты и биения. На Спец и графит скорость переключаются четко. На Ставр не всегда с первого раза. На Штурм переключаются, но бывают не до включения. И при нажатии на клавишу пуск встает на место. Кнопка реверса работает хорошо. Ступени муфты ограничения крутящего момента переключаются туговато, но без скрипа. Тест на биение прошли на отлично. Ни у одного шуруповерта не было отклонений. Этот момент я проверил на фрезе и на сверле Форстнера от СМТ. 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 А сейчас рассмотрим люфт. Свободное движение у всех одинаково. А вот под нагрузкой лучше всего себя показали штурм и графит. Ставр немного хуже, а у Спеца самый большой люфт. А теперь подробненько рассмотрим различия в технических характеристиках. На каждом инструменте есть тормоз двигателя. Патроны быстро зажимные. Максимум, что можно зажать, хвостовик в диаметре 10 мм. А вот блокировка шпинделя не у всех. На шуруповерте Спец её нет. На нём установлен двухсоставной патрон. Подсветка выключается сразу, без задержки. Патроны дают тень в рабочую зону. У графит свет падает вообще точечно. Частоту вращения шпинделя на холостом ходу проверим тахометром. Самым оборотистым на первой скорости оказался штурм. 425 оборотов в минуту. Недалеко от него графит. 414 оборотов в минуту. Спец 376 оборотов. И Ставр 371 оборотов в минуту. На второй скорости штурм 1588, графит 1475, спец 1400, Ставр 1373 оборотов в минуту. Теперь проверим жёсткий крутящий момент. Графит 38 ньютон-метров, Ставр 37 ньютон-метров, штурм 36 ньютон-метров, спец 32 ньютон-метра. Теперь проверим крутящий момент на минимальной и максимальной ступени затяжки. Самый большой диапазон оказался у штурм. На первой ступени затяжки 0,56 ньютон-метра, на 21 ступени 8,16 ньютон-метра. Ставр 1 ступень 1,42 ньютон-метра, 18 ступень 4,89 ньютон-метра. Спец на первой ступени 1,6 ньютон-метра, на 18 ступени 4,59 ньютон-метра. Графит 1 ступень 1,14 ньютон-метра, 19 ступень 3,75 ньютон-метра. В некоторых моментах технические характеристики не так уж и сильно различимы, но всё же различия есть. Давайте теперь посмотрим, как инструменты покажут себя на практике. Первый тест на чувствительность муфты. Закрутим саморез 3,5 на 16 мм в ЛДСП на первой ступени затяжки. У штурма с запасом, как и показал нам динамометр, графит впритык, но не провернул. А вот спец и ставр провернули. Следующий тест – лесенка. Сначала ставр. Лесенка получилась с перепадами. У спец получилось гораздо ровнее. У графит ещё лучше, но диапазон меньше. Штурм показал плавный результат, но немного спорный. Две последние ступени оказались очень резкими. А сейчас посмотрим, как справятся шуруповерты с саморезом 6 на 100 мм в древесиних войных пород. На максимальной ступени наилучший результат показал штурм, но такой размер без засверливания даётся туговато всем испытуемым. Чёрные шурупы 55 мм вкручивают отлично. Муфта срабатывает вовремя только у графит и у штурм. Спец и ставр утапливают даже на первой ступени. Теперь просверлим отверстие кольцевой пилой с напайками из карбидового альфрама в диаметре она 76 мм. Сначала я попробовал просверлить на первой скорости, но получалось не очень. Обороты сильно падали. Для подтверждения, что коронка такого типа имеет большой ресурс, я взял шуруповерты с профессиональной линейки и попробовал просверлить. И здесь же можно наглядно увидеть, чем отличается профсерия от серии для частного использования. Обороты на второй скорости стабильны. Понятное дело, что аккумулятор тоже играет свою роль, но всё же у нас есть комплекты, и в них какие лежат аккумуляторы, такие и лежат. Пробуем вторую скорость на испытуемых. Как видим, обороты падают прилично, и инструменты уходят в защиту. Нагрузка велика, и отверстие за отверстием делать не получится. Нужен перерыв в 10-15 минут, чтобы не сжечь двигатель. Именно в этом и заключается основная разница между профлинейкой и линейкой для частного использования. Продолжение следует... Теперь просверлим металл. Первой скорости для диаметра 10 мм маловато, тем более с условием просадки оборотов. Но второй слишком много, и тут появилась проблема. Курковый регулятор оборотов работает ступенчато на всех шуруповертах, и рисковато последней ступени особенно. Например, на том же Деволт диапазон гораздо больше, и оборот не падает. В итоге с отверстием справились все, но есть вероятность поджечь сверло и испортить заточку. Мы рассмотрели 4 инструмента. У каждого шуруповерта есть своя отличительная черта. Но да, исходство тоже достаточно и прилично. Пишите в комментариях все, что вы думаете об этих инструментах. В какой сфере деятельности вы бы применяли? Только для частного использования или для профиспользования, как, например, дополнительный? Короче говоря, пишите все-все-все от и до. А на этом этот обзор подошел к концу. И с вами был Лебедев Артем. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!